так ребята у нас с вами первое включение и подсоединение нашего galaxy 8 6 classic к телефончику в моем случае это с 21 ultra ладно включаем включаем и погнали все с самого начала и до самого конца все включение круп кнопка верхняя нажимаем и ждем сейчас пока он активируется продают их в россии у нас спокойненько в этом году даже предзаказы все дела но регион не сер регион по моим казахстан так смотрим значит дальше будет видосики все как перенести полную резервную копию неважно каких приложений циферблатов с galaxy 8 4 galaxy 8 5 на galaxy 8 6 да ну и плюс установка всяких кастомных приложек таких как тиньков пейсбер пей мир пей и т.д. и т.п. короче telegram там и остальное все есть так загружается смотрим что у нас там дальше вылезет так ну сейчас конечно же язык мы с вами ищем наш язык ищем наш язык и он наш язык так пролеснул вот он русский русский нажали сейчас язык теперь выбор страны или региона азербайджан армения беларусь грузия казахстан киргизия монголия россия тоже есть теперь у нас будет перезагрузка потом активация и заранее у меня уже стоит естественно galaxy выровал подключен вот 5 когда я загрузится часы по идее они должны определиться и сразу же всплыть окошечко для подключения galaxy watch 6 classic это на смартфонах samsung на других смартфонах других производителей такое не происходит такого не будет только на них ждем с все прогружается все как видите у меня включилась уже до подключить galaxy watch 6 classic все нажимаю подключить дальше сейчас принять надо будет раньше надо было нажимать еще и на смартфоне например galaxy watch 4 сейчас это все дело убрали ну теперь вся настройка у нас идет на смартфоне первое это загрузка программного обеспечения это менеджер galaxy watch 6 скачивается весит он немало 174 мегабайта загрузился сейчас интересное сделали такую картиночку прикольно выглядит симпатично так Так, все, теперь принимаю, здесь отправка диагностических данных, политика конфиденциальности и так далее, тому подобное. Разрешаем, разрешаем, даем все разрешения, условия, принимаем, дальше обновлять вручную, я нажимаю всегда вручную. Теперь подготовка, это может занять несколько минут, как написано у нас вот здесь сверху. Ну, по-разному, да, поэтому ждем, когда подготовочка пройдет. На часах у нас также, завершите настройку на телефоне. Так, прогрузилась, примерно это все у меня вот загрузка. Так, теперь принять и продолжить, либо другой аккаунт выберем. Я выберу другой аккаунт, подтверждаю. Вообще, аккаунт можно пропустить, если даже он час не войдет, такое бывает, кстати, да, и у вас, если он сразу не вошел, ничего страшного. Дальше, автоматическое резервное копирование данных, проверка наличия смарт-вич на устройстве. Для того, чтобы восстановить приложение смарт-вич на устройстве, необходимо разрешение. Даем разрешение, кстати, классная тема, которая позволяет, в принципе, устанавливать все. Дальше, можно восстановить или настроить как новое устройство. Я буду настраивать как новое устройство. Левое запястье у меня, далее, 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 все, нажимаем далее и завершение. Здесь, как бы, уже побыстрее должно быть огромнейшая интеграция часов со смартфоном, именно по этой причине здесь очень много вот таких вот загрузок всевозможных. Прямо реально много. Ну, уже эта часть побыстрее. Прямо махом хлоп. Все. Настройка завершена. Как видите, рисуночек готово. Теперь легко отслеживать состояние здоровья, открыть приложение. Дальше можно настроить это все. Здесь появилось новое сведение о безопасности этого приложения. Можно прочитать, можно отменить. Естественно, надо будет все это дело калибровать. Тут же есть советы, пожалуйста, которые мы с вами можем просмотреть. Настройка, персонализация, приложение и функции, здоровье, как носить часы, руководство пользователя. Все это здесь и есть. Дальше, чтобы быстрее приступить к работе, восстановите данные с устройства, с резервной копии. Приложения и циферблаты вообще, в принципе, не восстанавливаются. Восстанавливаются там, ну, данные, это у нас в России именно. Не знаю, в других странах, может быть, и восстанавливается. Можно восстановить просто данные. Здесь остановятся будильники, короче. Здесь пропускаем. Если вы, он показывает просто в картиночках, в некоротеньких видео, как пользоваться часиками. Циферблат прям вообще, смотрите, красота переливается. Тот, который скачивается на Watch 5, Watch 4, вот этого именно нет. Здесь есть красота. Дальше, видите, приложение музыка и все это начало дело у нас восстанавливаться. Но, хочу сразу сказать, что приложение не восстановится, как бы этого не хотелось, но они не восстановятся. Или восстановятся, но не все. Вот сейчас обратите внимание, что у меня есть и что будет здесь. И что будет здесь после восстановления данных. Посмотрим. Так, копия восстановилась. И смотрим, что у нас, значит, восстановилось там в этой копии. Сейчас я просто посмотрю и скажу вам, восстановились ли циферблаты. Смотрим циферблаты. Циферблаты. Так, циферблаты. Да, циферблаты восстановились. Ой, даже мои восстановились, которые были. Вот один, второй. Да. Восстановились циферблаты все. Так, что у нас восстановилось из приложений? Посмотрим. Мне просто интересно. Опа-на. Хочу сказать, что восстановилось все. Вот это вот кастерное приложение, которое я устанавливал сам. Это тоже. Это вообще с телефона, короче. Вот это вот ВИР, телеграмчик, значит. И вот это вот кастомное приложение. Они встали без проблем, дорогие друзья. Поэтому можно легко восстанавливать. Не знаю, конечно, как восстановится Мирпэй, если будет. Или там Самсунг, вернее Сберпэй или Тинькоффпэй. Ну, скорее всего, восстановится тоже. Но это будет такое восстановление только со смартфонами Самсунг. Все. С другими нет. Потому что смарт-свич. Хотя, наверное, может быть и с другими тоже будет. Вот у меня там маленький сосед гремит. Так что не обращайте внимания. Ну, по крайней мере, работать можно с резервными копиями точно. Ну, я вам еще покажу одно хорошее средство. Как можно будет восстановить 100% все. Даже данные тех приложений кастомных, которые будут стоять у вас на часах. Одних перенести на другие. Останавливаю видосик, дорогие друзья. Спасибо за ваше внимание. Пока.